Всем доброе утречко. У нас сейчас полдесятого. Мы поехали с Сашей в сардологический центр. И вот стоим в пробке. Я в этом больничном комплексе была последний раз в беременность с Мишей. Тут так красиво все стало. Кустики ровненькие. Газон стригут. Пахнет вкусно. Зеленой травкой. Классно. Нам какой-то дальний корпус нужен. Кирпич лежит. Смотри, большой камень. Это интерьерный кирпич. Декоративный. Малышочечка. Малышечка. 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 В общем, мы съездили в псевдологический центр, Саша спал, это все происходит, когда ребенок спит. Саша спал, мы проверили слух, и прибор не сработал. Ну, в общем, то есть прибором попробовали одним, потом доктор ушел, принес другой приборчик, вторым прибором попробовал, и слух не проверяется. Ну, то есть не прослушивается там что-то. Не знаю, в общем. Сказали, через два месяца записаться и еще раз ту же самую процедуру пройти. Еще мы сходили в кабинет к сурдологу, она послушала, там с бубнами вокруг него поплясала, посмотрела реакцию. Особо он не реагирует, но на звуки-то он реагирует, мы же видим Сергея. Ну, то есть у нас поспрашивала, реагирует ли на звуки их, да, реагирует. Ну, сказала наблюдать, а вообще по поводу прибора она сказала, что у всех строение уха абсолютно разное. Строение уха, оно похлеще отпечатков пальцев, абсолютно у всех уши разные. И бывает, говорит, у вас там может быть изгиб какой-то, если прибор в этот изгиб уперся, а приборы, они стандартные, на стандартное ухо. Вот, если, говорит, приборчик в этот изгиб уперся, он не прослушивается. Там бывает еще в серединке тела новорожденных, называется такой губчатый материал какой-то, который со временем рассасывается. Бывает у недоношенных детей, бывает не только у недоношенных, у обычных детишек тоже бывает. А бывает вообще, что его не бывает, и она говорит, если в это тело новорожденных тоже прибор упирается, то тоже не прослушивается. Так что паниковать пока не стоит, но смотрите за реакцией ребенка на тихие звуки, поворачивается он или нет, на ваш голос тихий, поворачивается или нет. Потому что если громкие звуки, то это уже идет вибрация, он, естественно, может повернуться. А если тихие звуки, он поворачивается, то значит все нормально. В общем, пока не паникуйте, через два месяца еще раз приедем сюда, сделаем ту же самую процедуру, посмотрим. В общем, как-то так. Я, если честно, расстроилась, естественно, то, что у нас ничего не прослушалось. То есть мы ехали, я специально усыпила заранее, чтобы он вот спал хорошо, и чтобы не было проблем никаких с прослушиванием. Ну вот, не прослушалась. Не знаю. Напишите в комментариях, если у кого такие случаи были, у кого тоже детки вот это обследование проходили. Это, я так понимаю, ультразвук на ухо идет. У кого не прослушалась, все ли потом нормально было. Но вроде, ну, мы-то видим, что Саша реагирует на звуки. Он и на детские звуки реагирует. И не всегда на крики. То есть кто-то зашел там в комнату пакетом пошуршал, он может проснуться. Так что, я уверена, что он слышит, но то, что вот прибор не показывает, непонятно. Приехали домой. Сашка дорос до своего вот этого комбинезончика с динозавриками. Ну, такой миленький, такой хорошенький динозаврик. Динозаврик. Идешь? Ого. Все, провалилась еда. Провалилась. Ням. Ага. У нас вообще сегодня в Волгограде очень холодный ветер. Вроде солнышко греет, солнышко теплое, а ветер очень холодный. Поэтому сразу мы сегодня такой комбинезончик с капюшончиком, да, надели. Хорошенький. Сейчас приехали домой. Дедушка пошел с Мишей и Степой гулять. Никита дома. Никита говорит, мама, неси домашку, буду делать. Я прямо удивилась. Никита обычно не хочет делать домашку. Это говорит, давай, пересылай мне домашнюю работу. Может, еще две домашки в день это слишком? Говорит, две домашки в день это слишком. Мы вчера не делали домашнюю работу, но сегодня школа не работает. Я думала, вроде как бы дети не учатся. Может, домашку им не зададут. Хотя, не знаю, посмотрим. Сейчас проверим. У меня в комментариях несколько человек попросило сделать обзор этого капучинатора, оставить ссылочку. На самом деле, особо обозревать нечего. Вот такой вот маленький удобный приборчик для того, чтобы делать пенку. У него есть четыре режима. Мы в основном пользуемся первым. Есть режим горячего вспенивания, режим подогрева, режим холодного вспенивания и подогрев шоколадного молока. И сейчас вот включен режим горячего вспенивания. Я себе давно хотела такой приборчик. Во-первых, у нас Миша молоко постоянно вечером пьет с медом. Мы ему подогреваем. Здесь можно быстренько молоко подогреть просто. Ну и я каждое утро пью кофе и обычно вспениваю его с помощью вот такого вот, знаете, простого приборчика, который вот так вот крутится. Его нужно в руках держать. Теперь есть у меня современный вспениватель молока. И смотрите, вот такая вот классная пенка получается. Здорово! Очень удобный капучинатор. Просто за несколько секунд получается из молока такая горячая густая пена. С помощью этого капучинатора можно сделать не только горячую пенку для утреннего кофе. Можно готовить различные напитки. Можно сделать латте, капучино, глинтвейн. Очень удобно. Без всяких брызг буквально за несколько секунд получаем вкусный напиток. Этот электрический капучинатор, он работает по принципу миксера. Поэтому, в принципе, он и миксер может заменить, и шейкер, и блендер. В общем, такая мини-кофемашина у вас дома. А еще он сам по себе такой маленький, аккуратненький. Его можно даже, мне кажется, куда-нибудь в офис на работу поставить. Он много места не занимает. Вот так вот в уголочек, видите, у меня баночка для кофе. И небольшой такой капучинатор будет теперь тут стоять. Будем пользоваться. В основном мне этот капучинатор нужен по прямому назначению. Мы любим пенку. И также вечером я буду клеить молочко для Миши, который пьет каждый вечер перед сном молоко горячее с медом. Заказать такой спениватель молока можно на Валберес. Я вам ссылочку оставлю в описании. Мне еще вот при заказе в подарок положили вот такую вот губку для мытья. Приятненько. Дети обожают вот этот автомат-хваталка. Эх. Смотрите, выиграли опять игрушку. Видите? Миш, опять чебурека выиграли. Опять чебурека какого-то. Калу. Попробуй. Никит, ну так, чтобы она смогла схватить. Калу. Мне кажется, вот эту розовую можно вон. Которую с ногами длинными и руками. Вот так вот. Мы вообще ходили в покупалку за хлебом. И Никита на радостях, что выиграл игрушку. Забыл там свой самокат. Побежал за самокатом. Классный, Миш, еще один чебурек ваш. Он чебурека, потому что мы чебурашку выиграли. А это обезьянка, да? Красная. У нас похолодало. Мы все в кофточках. Я тоже в кофте с длинным рукавом. Вроде солнце когда выглядывает, солнце прям теплое. Но ветер очень холодный стал. Поэтому все в штанах, в кофтах теперь ходим. Вообще, вообще я заказала продукты на дом. Много что заказала. Там на две с половиной тысячи. Но сейчас мы просто вышли прогуляться. Вот. И я думаю, давай-ка за хлебом сходим. Там почему-то хлеб не заказывался. Как будто его нет в наличии написано было. Вот мы за хлебом и сходили. Да? Смотри, там кто-то там как будто какой-то дедушка едет на велосипеде. Ну, дедушка и едет на велосипеде. Ты думал, дедушка не ездит на велосипедах, что ли? Дедушки еще лучше ездят на велосипедах. Вот у нас папа будет. Дедушка, он будет кататься на велосипеде. А Сашке я надела вот этот комбинезончик с капюшоном. А снизу еще один комбинезончик. Прям тепленький. Что-то мне кажется вообще прохладно. Вот сама с длинным рукавом вышла в штанах. В костюме вот своем. Желтеньком. Правда, у меня все плечо обсленявленное. Саша не спит. Он у меня плечо слиняет. А вышли без коляски, не лежит он в коляске. Кричит, не хочет он мне лежать. Думаю, что-то искать и Сашу отдельно, и коляску отдельно. Это неудобно. Просто на ручках его ношу вот так вот. Но он легенький. Ему так интереснее, конечно, когда его носят. Он все видит, он наблюдает. Ну, да потом потихонечку засыпает вот так вот. Никит, ну-ка, Никит, посмотри. Он спит или нет? Спит. Спит. Все, Сашка уснул. А Миша нашел божью коровку. Вот она какая маленькая, да? А что за сладкий пирожочек? Ну, такой хорошенький. Да ты мой маленький. Я вчера выходила, после вчера выходила, вот так вот хожу около дома, вокруг домов. Шаги нахаживаю вместе с Санечкой. А вчера еще тюльпаны пересадила. У нас же вот этот вот цептик копали. Вот тут вдоль бордюрчика мы с Никитой вчера посадили тюльпанчики. Я Сергей перекопал, я воткнула, я засыпала, потом Никита полил. Вот так получилось. Вот, а там песок. Это дедушка начал разносить. Говорит, надо везде разнести этот песок, оттуда убрать. Сейчас покажу, откуда. Но там у нас яма была с вишней. Мне кажется, он вишню завалил. Ну, посмотрим. Может, и не было, может, она не прижилась. Но она точно там была, вот рядом с ирисами. Может, не прижилась просто. А это абрикосина наша. Вот, видите, сколько у нас песка осталось после копания этого септика. И вот этот песок нужно будет везде разнести. Цветы там где-то мои цинии и баршицы. Ну, тоже их, в общем, похоронили. Ладно, я уже погоревала по этому поводу. Но мы заранее со Стёпой, помните, собрали семена. Баршицы собрали семена от цинии. Сергей говорит, я их укрыл пакетом. Вот типа он, вот это вот, абрикосина это, по-моему, он её укрыл. И цинию мою укрыл, оказывается, пакетом. Так что где-то там ещё может быть цинии живы. Но не знаю. Когда они это всё смогут разнести, выровнять. В общем, пока вот такая катастрофа. Но зато вот два колодца у нас теперь. А ещё Сергей говорит, что он хотел не такой колодец, но он об этом забыл. А я и знать не знаю, какой должен быть колодец. В общем, он хотел маленький. А поставили два вот таких вот больших. Ну ладно, не важно. Вот, видите, когда он уже спит, его можно положить в колясочку. А пока не спит, кладу в коляску, он сразу кричит, чтобы его на руки взяли обратно. И спит в основном вот так вот на животике. Так, что тут по кабачкам? Ну вот, вроде растёт ещё один кабачок. Вот тут растёт, но мне кажется, он жёлтый. И вот растёт уже жёлтый. Не вырастет, отвалится, можно сразу. Больше нигде не растёт ничего. Но вообще уже прохладно, мне кажется, больше и не вырастут. Вот, но зато перчик вот висит. Я вижу, вот большой зелёный. Вот большой зелёный вырос. Вот перец. И вот какой огромный. Вон там перец гигантский тоже. Классно. Не знаю, когда их вообще срывать надо. Поспели они или нет. По мне так зелёные они не поспешили. Ну, может же быть просто зелёный перец. В прошлый раз тут один был зелёный. Я его сорвала, и он был вкусный. Стёпка его съел тогда. Я вообще сейчас, когда выходила гулять, я одна с Сашей вышла. А потом Никита говорит, мама, можно мы в магазин съездим, можно в магазин съездим? Я говорю, ну давайте я вместе с вами схожу. И в итоге все вместе пошли. Но Стёпу я с собой сейчас гулять не брала. Не ходил он с нами в магазин. Со старшенькими только сходили. А ещё идём по пути. И увидели, там шины вот так лежат у дома одного. И котёнок такой маленький выглядывает, такой смешной сфинкс. И он выбежал. Мы кис-кис, а он выбежал. Видно, что он ручной. Он так вот гладится весь. Такой хорошенький. И под забор, под забор пытается зайти. То есть такое ощущение, что он из этого дома. А дверь закрыта. Мы не растерялись, позвонили. Пошла девочка, я говорю, здравствуйте, не ваш котёнок. Он говорит, какой наш-наш выбежал случайно. Забрала его. А я испугалась, тут же машина носится. Ещё не дай бог он выбежит, если он домашний, может глупенький. Задавит машину. В общем, решили всё-таки проверить, отсюда он или не отсюда. В общем, его забрали. Так, покажу вам огуречки наши. Ну вот, хороший огурчик. Вот растёт огурчик. Вот огурчик. Вот тут растёт. Несмотря на то, что холодно, огурцы растут. Вот этот, мне кажется, можно сорвать. Он уже какой-то большой. А остальные пусть ещё денёчек повисят. Тут внизу не вижу. А вот ещё один огурчик. Так, я ещё покажу вот эти цветы. Они хорошо прижились. Всё, растут отлично. Я думаю, в следующем году уже будут цветочки. Это я из маленьких стаканчиков, вот как вы помните, сажала. Вот такие вот на Авито купила стаканчики маленькие. Вот этот вообще хорошо прижился. Он даже вот, это он же растёт. От него вот такие вот новенькие побеги дал. Вот. Но они все, в принципе, прижились. Отлично будут расти. Отсюда прям будут расти. Я и хочу, чтобы они тут дальше росли. Не буду никуда пересаживать. Может быть, потом, если сильные разрастётся, буду кусочки отделять. Мне хочется, чтобы отсюда, вот тут рядом с лавочкой, вот такой, знаете, как снежный ком вываливался. Очень хочу, чтобы вот именно так выглядело. Это маленькие-маленькие беленькие цветочки будут. То есть зелья практически не будет видно. То есть будут вот так вот вываливаться беленькие цветочки. И очень надеюсь, что так и будет. Что они за зиму не пропадут. А ещё покажу вам. Сергей вот тут посадил тыкву. Одну семечку тыквы воткнул. И вот она прозрослась сейчас. Вот это вот всё и туда полезло, и вот туда полезло. Это всё, одна семечка тыквы в разные стороны лезет. Вообще мы тыкву не едим. Но будет так будет. Посмотрим, если что, буду какую-нибудь рисовую тыквенную кашу делать. Укроп, видите, какой большой вырос. Мне кто-то в комментариях писал. Это не укроп, это что-то там, какой-то сорняк. Вон какой вымахал. Вот. Большой укроп. Да, там рядом вот ромашка ещё росла. Я тоже думала, что это укроп, но выросла ромашка. Очень похожи у них листики. Вот. Но вот это укроп. И вот тут укроп растёт. Но что-то он вообще не растёт практически. Вот тот, который я только что показывала, был одновременно посажен вот с этим. Это что такое? Какие-то маленькие, меньше пальчика растения. Укроп вроде, но почему он тут не растёт, непонятно. А ещё из-за того, что на улице похолодало, попросила сегодня Никиту затащить все мои устомы вот сюда на веранду. Пусть тут пока стоят. Вот. Распустились ещё две. Ну, тоже они маленькие такие. Красивые, конечно. Но я предполагала, что они все будут... Сейчас покажу, какие. Вот такие вот. Вот она одна. Вот такая вот красивая одна у меня. Большая, высокая, шикарная. Тут ещё у неё, видите, бутоны. Будет дальше она расти. Белая устома одна. Ну, вот почему-то именно одна она. Вторая там так и не распустилась, так и не вылезла. Я вам сейчас покажу свою распаковку с сайта «Любимый Василёк». У меня в этот раз довольно большой такой объёмный пакет. Смотрите, какой огромный. Но на самом деле вещей там не так много. Там просто сами вещи объёмные. И с самого объёмного у меня здесь две вот такие вот дачные подушки. Это дачные подушки размером 1 метр и в ширину они 40 сантиметров. Слушайте, ну они прям такие объёмные, мягкие. Это я заказала вот туда, в ту зону, которая у нас в прошлом году ещё построилась. Здесь у нас на лавках будут вот такие вот сидушки, лежанки. Не знаю, как их назвать. Там накрыто. У нас вот эти вот подушки, они вообще водоотталкивающие, водонепроницаемые. Можно их прям на улицу класть. Но у нас там накрыто. То есть под влагой они не будут находиться. Цвет очень красивый. Такой насыщенный шоколадный цвет. По-моему, он так и называется, шоколадный или кофейный. Здорово, мне очень нравится. Посмотрим, как будет выглядеть. И потом, возможно, ещё дозакажу таких же. Надеюсь, они ещё останутся в наличии. Мне кажется, на них сидеть будет очень приятно. Ну да, они, конечно, мягкие. Мягкие садишься, как на настоящую подушку. Не зря они называются именно подушки. Они подстилки, лежанки или как-то по-другому. Потому что они действительно мягкие, как подушки. Ещё у меня в этой посылке две упаковки носочков. Одни носки вот такие вот весёлые. Это я рассчитываю, что они подойдут для Никитки. Они такие интересные все, с расцветками. Напитков. Пепси, кола, фанта, спрайт там и разные такие. Размеры у этих носков 37-41. Но у Никиты у нас вообще размер 35. Но я думаю, если их постирать, они ему будут нормально. А вот эти вот беленькие 7-Up, я думаю, оставлю для себя. Мне они очень понравились. И следующая упаковка носков, это вот такие вот однотонные носочки. Брала для себя, но я вот думаю, опять же, чёрный, серый отдам Никите. У нас с ним размер теперь одинаковый. Дальше у меня здесь платье. Я вообще заказывала этот заказ ещё до того, как мы легли в больницу. И Сергей получил, потом он у меня лежал этот заказ. И я платье заказывала я ещё тогда. Думала, может быть, мы поедем на отдых куда-нибудь. И думала, может быть, мы поедем в Дагестан. Искала себе платье, чтобы были закрыты колени. И вот заказала себе вот такое вот платьюшко. Так, оно мне действительно ниже коленей. Очень свободное, просторное, все недостатки будет закрывать. И цвет такой приятный, цвет морской волны. В размере заказала 42, я думаю, мне будет отлично. И в такой же гамме цветовой я заказала костюм для Сергея. У Сергея называется цвет Ниагара. Ну, смотрите, они очень похожи по цвету. Мне кажется, вообще одинаковые. Вот такие вот брюки. Бруки тонкие, они с карманами. Это летний вариант костюма. То есть даже летом в них не будет жарко. Либо летний, либо домашний. Но я думаю, Сергей будет на улицу в них ходить. Снизу идет вот такая вот резинка. А может быть, дома будет ходить. Раз мы в отпуск не поехали, то будет дом ходить. Вот. И футболочка. Футболка здесь такая, типа oversize. Она довольно широкая. Видите, какая большая. Размер я заказала в футболке 48. К этим штанам отлично смотрится. Ну, и в принципе, там на сайте, я ссылочки вам оставлю все в описании к этому видео. Переходите, смотрите. Там на сайте, на фото, на модели как раз весь костюм и надет. Выглядит очень хорошо. Ну, и последнее у меня в заказе, это комплект постельного белья. Притом, это, знаете, такое историческое постельное белье. Я как-то давно зрителям говорила, что очень хочу постельное белье такой расцветки. И мне даже скидывали какие-то ссылки. Но я что-то его тогда так и не заказала. А в этот раз увидела на любимом весельке. И подумала, я не могу его просто не заказать. Мне так оно понравилось. Смотрите, вот такие вот классные коты. Мне так они понравились. Это постельное белье вообще двухцветное. Здесь идет один цвет вот такой вот черный, а другой цвет компаньон белый. Беленькие котики. Вообще, я вспомнила тот, который комплект я хотела. Там на черном фоне были белые коты, а на белом фоне были черные коты. Немножко другая расцветка. Но все равно вот эта расцветка потрясающая. Я заказываю нам обычно семейный комплект постельного белья. У нас два одеяла, одна простынь и две наволочки. Это поплин. Поплин на любимом весельке очень хороший. По качеству вообще не вестируется, ничего с ним не происходит. Брестишки оно и не линяет, и размер его не меняется. Не садится, не увеличивается, не растягивается. Выходит наволочки. Здесь беленькие. Простынка тоже беленькая, а пододеяльники двухцветные. С одной стороны черные, а с другой стороны пододеяльник идет белый. Очень классная расцветка. Мне очень нравится. Прям с удовольствием буду пользоваться. Так, я вышла на улицу показать примерный размер вот этой вот подушки. И примерно вот в этом месте они будут лежать. Тут одна, тут вторая. И потом еще вот туда две закажу. У нас пока еще тут стройка. Тут будут у нас лавочки. И вот сверху будут лежать как раз вот такие вот подушки. Взяла сейчас две на пробу просто посмотреть по размеру приложить. Ну, отлично. Я думаю, еще точно буду заказывать. А вам я напоминаю, что все ссылки на сайт Любимый Василек я оставляю в описании к этому видео. Там же оставляю ссылки на социальные сети Любимого Василька. Там у них есть розыгрыши различные. В общем, подписывайтесь, следите за новиночками. И ссылочки на все, что я вам показала в видео, тоже оставлю в описании. Вон там внизу в инфобоксе. Разворачивайте, смотрите. Там много всего интересного. Различный текстиль для дома. Между прочим, вот этот костюм у меня тоже с Любимого Василька из детского отдела. Я его очень люблю. Он отлично на мне сидит. Так что заходите, смотрите. И там, и для детей, и для взрослых много всего интересного. Слушайте, а доставку я жду-жду. И никак она не приедет, эта доставка. Притом так интересно. Пыталась заказать там в ближайшие 50-95 минут. Доставка стоила 29 рублей. А дальше 379 рублей. И выбираешь ту ставку, которая дешевая. И они пишут, что невозможно выбрать это время доставки. Выберите другую. Вот у меня был промокод на скидку аж 1000 рублей. В мегамаркете я сейчас заказывала из пятерочки. Вот. И в итоге пришлось выбрать доставку, которая за 378 рублей. Представляете? Ну, то есть я, конечно, все равно в плюсе. Но просто промокод вышел в 600 рублей, а не в 1000 скидка. Ну, в любом случае, странно. Я и так пыталась оформить, и так. Притом написано, что можно выбрать. Но когда ввожу промокод, типа нельзя выбрать. Может быть, именно с промокодом эта доставка, которая дешевле не работала. Ну, в общем, сейчас жду, еще и не приезжаю. А я там заказала индейку. Хотела сегодня пасту сделать с индейкой, с подливой. Ну, я сделаю, естественно, но просто попозже немного. Сейчас на обед суп уже все поели. А тут стою, потому что Степа позвал меня снимать, как он прыгает. Говорит, мама, смотри, я буду прыгать на батуте. Я говорю, надень штаны, холодно. Он говорит, нет, я жилетку надену. Взял жилетку, при том, это Мишина жилетка. Я смотрю по размеру, она ему большевата. У него такая же, рядом висит. Ну, он хватает первую попавшуюся. При том, когда я только им эти жилетки купила, он сказал, неудобно, не буду носить. А сейчас вот выбегает сам, выбирает именно жилетку, надевает и говорит, что именно в ней удобно. Вот, вкусы поменялись. Завязывает там пружинку и сам с собой разговаривает. И у него там кусочек пружинки отломался. Он говорит, что-то пружинка отламывается. Ну, ладно, потом бабушка мне новую на день рождения подарит пружинку такую, если это сломается. Ой, сам там все уже решил. Деловая колбаса. Пытается завязать пружинку за батут. Оп, молодец. Интересно, есть у нас где-нибудь секции именно прыжков на батуте? Степка отлично прыгает на батуте у нас. Я его как раз в пять лет хотела отдать в какое-нибудь секции. Вот ему сейчас пять исполнилось. Надо выбрать и куда-нибудь его записать. Слушайте, я стою, а у меня над ухом что-то жужжит. Я посмотрела, думала, муха. А тут богомол поймал муху и ест ее. Представляете? Если вы никогда не видели, как богомол ест муху, теперь вы видели. Она жужжит. Прям над ухом у меня. Вот так. Так, Сергей надел костюмчик свой. Вот так он выглядит. Ну, тебе прям по размеру идеально подошло все. Штаны свободные. Футболка тоже свободная. Ну, выглядит хорошо, мне нравится. Два кармана есть в штанах. Штаны на резиночке. В общем, такой вот классненький костюмчик. Носки разные, это так модно. Моду в нашей семье такую Степу вел. Так, а я надела платье. Вообще, в нем очень комфортно, удобно. И мне нравится то, что тут есть карманы, как я люблю. Так, что тут такой вот платье. Если на море не поедем, буду дома в нем ходить. Пока мы мерили, приехала доставка. Привезла продукты. Я тут заказала салатик вот такой вот кудрявенький. Давно не заказывала, не ели. Заказала 5 упаковых чипсов. Будем сегодня с фильмом есть, смотреть. Заказала разные макарошки. Вот такую вермишельку. Это я для супа заказала. Вот такие вот бантики мы просто любим. Никита тут уже сканирует сразу покупочки наши. И вот такие вот спиральки. Первый раз взяла попробовать. Какие-то обработанные паром. Посмотрим. Заказала бананы. Взяла разные. Посмотреть, чем отличаются. В итоге ничем они не отличаются. Вот тут полкило, тут килограмм. Одну бутылку оливкового масла взяла. У нас закончилась. Я чуть новая. Обычно заказываю на Озону. В этот раз так заказала. 500 рублей стоит вот такая вот баночка. Мне кажется, я и раньше дешевле брала. Хотя давно просто не брала оливковое. И такой я не пробовала, кстати. Вот. Ну, посмотрим. Станция молочная. Творог зерненый. Взяла. Я его люблю. Постоянно беру. Если в пятерочку захожу, то постоянно беру. Я так поняла, вот эта станция молочная, это именно в пятерочке продается. Кусочек сыра взяла. Половиночку вот такую. Взяла две упаковки. Вот печеньки и вафельки. Это к чаю просто перекус. Одну упаковку вот такого вот чая взяла. Тоже такой не пробовала. 250 грамм. Стоил по акции сейчас 260 рублей. Что-то очень выгодно. Вроде обычно хороший черный крупный чай. Отзывы хорошие были. Взяла индейку вот такую. Вот она сразу порезанная. Я ее сразу сейчас и приготовлю. Бугу родную упаковку. Я так понимаю, вот эта Global Village это тоже, что ли, марка пятерочки? Или нет? Кто знает, скажите мне. Потому что тут Global Village, тут Global Village. Это, наверное, в пятерочке какая-то своя марка. Вот. Упаковку бречки взяла. Селяночка. И тут у меня еще сетка лука. Сетка картошки и огурчики. Огурчики такие средненькие взяла. Никитка мне помогает, сосканирует, проверяет цены. На самом деле я оплачивала через 69 рублей. Никит, гречка. Вот она. Я на самом деле оплатила все бонусами, смотрите. Поэтому у меня вот тут цены 4 рубля, 1 рубль, 1 рубль. Вот. А Никита сканирует, он в каждую позицию заходит вот так вот. И смотрит цену. Вот эти сейчас 59 рублей. А Зу из индейки 220 рублей стоила. Я вам цены так сразу и не могу сказать. Хотела бы, но надо в каждый товар заходить просто и смотреть, сколько стоит. Это очень неудобно, поэтому вот просто показала, что купила без цены. Уж простите. А цены у меня вот такие. Потому что мы, когда покупали бассейн, у меня возврат был бонусами почти 5000 рублей. Представляете? У нас бассейн стоил 25, по-моему, тысяч рублей. Но 5000 рублей возвращалась с бонусами с Бер Мегамаркетом. На них можно также заказывать продукты. То есть один бонус равен 1 рублю. У меня вернулись 5000 рублей. Но я все равно заказываю доставки продуктов. Я думаю, ну и все равно пусть будут. Я постепенно их потрачу. И вот сейчас доставки продуктов заказываю именно через Мегамаркет. Потому что у меня там бонусы эти есть. И когда в больнице я лежала, очень удобно тоже заказывать доставку продуктов себе. Я там и самокат заказывала. Тоже оплачивала вот это вот все бонусами. Поэтому бассейн у нас там вышел. Ну если вычитать эту сумму. По-моему, не 25, а 23 было. И вот 5000 бонусами возвратилось. Выходит, мы 18, что ли, там, или 17 с чем-то на него потратили. Я хотела сделать индейку в сливках. А потом открыла холодильник, увидела у себя много сметаны. И решила сделать в сметане, а не в сливках. Тоже будет очень вкусно. В общем, я обжарила лук сначала с чесночком. Чесночок мелко-мелко на терке потергла. Потом добавила индейку. Тоже все это обжарила. Добавила ложку муки. Посолила, поперчила. И много сметаны. Вот. Все это перемешиваю еще где-то минутку. И готово. Вот такая вот потлива получается. Мне очень нравится, что в сливках, что в сметане. Я очень люблю. Дети под настроение. Иногда едят, иногда не едят. В общем, я сегодня буду делать с булгуром это все дело. Мне будет вкусненькое. Немного отложила курочки Никите, не курочка, а индейка. Немного отложила индейки Никите и Миша без этого соуса. Потому что Миша точно не ест сметану, это я знаю. А Никита тоже. Когда как. То ему очень вкусно, а то ему фу, мама, больше так не делай. В общем, вот такая вот подлива получается. Она очень вкусная. А булгур сегодня делаю на сковороде. Когда как делаю. Иногда в кастрюльке, иногда на сковороде делаю. И там, и там удобно. Помыла сейчас помидоры и огурцы. Огурцы прям ужасные оказались. Они, смотрите, мягкие, мягкие. И они все такие мягкие. И внутри, вот знаете, как будто они внутри какие-то полые, что ли. Они все надутые и мягкие. На салат сейчас сойдет. Значит, сейчас салат сделаю. А так порезать невкусненько совсем. Они не будут хрустящие. Они мягкие. Все, пришел проверить, мягкие или нет. В общем, вот такой у меня сегодня ужин и салатик. А салатик сделала с майонезом, а майонез делала сама из перепелиных яиц. Вот такой вот вкусненький ужин. Маленький малышочек уснул. Мне так нравится этот комбинезончик у него. Что написано? Кто знает, как переводится? Сладенький. Так хорошо спит. Я, в общем, заказала новые подгузнички. Вот такие вот. Называются Таноша. Я такие никогда не видела, не пробовала. Это я на Азон заказала. Решила попробовать такие в этот раз. Каждый раз разные заказы. Мне интересно просто что-то новое пробовать. Но стараюсь не знать, не самое такое дешевое. Потому что я как-то покупала в светофоре подгузники. И в детском мире вот эти Baby Go что ли какие-то дешевые. Они были ужасные. Эти не дешевые подгузники. И я посмотрела, у них есть резиночка на спинке. Это очень хорошо. Я по этому параметру для малышей подгузники в основном выбираю. И чтобы, ну там в отзывах было, чтобы сеточка вот была. Видите, тут сеточка есть. Резиночка тут есть. Вот такая вот на спинке. И она широкая. И они очень-очень мягкие, слушайте. На внешний вид мне нравятся. Но вот те, которые до этого были у меня, у меня они тоже очень нравятся. Эти заказала, потому что они маленькие. Те чуть-чуть побольше. Сейчас покажу. Вот эти вот Charning's, которые я вам показывала в сумке в роддом. Они все равно, вот видите, больше. Те поменьше, чуть-чуть побольше. Хотя и те, и те, S-ки. Это 4,8 килограмм написано. А тут 3,6 килограмм написано. Но вот эти вот нам как раз сейчас будут. Слушайте, они и те, и те, такие мягенькие-мягенькие. Это не реклама. Один из явных признаков рекламы, это или нет, в рекламе никогда не будут сравнивать конкурентов. Никогда. Если это реклама, например, банковской карты, никогда в жизни никто не скажет ни одно название других банковских карт в этом же видео. Это обязательно одно из условий всех, ну, кто просит рекламу. А тут я чисто, знаете, вам показываю, потому что знаю, что у меня и мамочки смотрят многие. Тут три полоски желтенькие, тут две полоски. И там, и там индикатор есть. И там, и там резиночка классная. Ну, вот видите, такое ощущение, что они как будто вообще на одном заводе изготовлены. Очень похоже между собой. И те, и те какие-то японские, или китайские, или кто это, чей язык, я даже не знаю, если честно. Таноши называется. Ну, мне нравится то, что они беленькие, и то, что они мягенькие. Попробуем, посмотрим. А вообще, даже если бы это была реклама, я бы вам ссылочку оставила. Ссылку не буду оставлять, если хотите, ищите сами на маркетплейсах. Так, если бы это была реклама, то это была бы хорошая реклама, потому что подгузники прикольные, мне понравились. Я вообще не против рекламы, вы знаете. У меня вот тут подгузники хранятся. Целую кучу подгузников. Тут еще и пеленки, вот тут наразовые есть. И подгузнички у нас вот тут хранятся. Я всегда детям, старшим говорю, принесите мне подгузнички. Они сидят тут, выбирают, какие на этот раз нести. С мишкой, с цветочками, это хэппи тайм, это вот эти вот, через вот эти вот, нежная забота. Это вот эти. Они, кстати, мне не понравились, хотя кто-то писал, что они хорошие, кому-то понравились, мне не понравились. Они хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok